Для тех, кто воспитывает целые поколения. Накануне во Дворце культуры «Нефтехимик» состоялся торжественный концерт, посвященный всем учителям. Таким образом, в Ангарском округе дали официальный старт году педагога и наставника. Поздравления от первых лиц города, красочные выступления и сотни гостей. Как это было, расскажем в следующем сюжете. Почти два часа завораживающих танцевальных номеров, душевных песен и красочных выступлений. Всё это для тех, кто передаёт свои знания, кто делится опытом, кто всегда даст совет. В Ангарске официально открыли год педагога и наставника. Более 600 приглашённых гостей. И это не только учителя школ. Ведь наставником по праву можно назвать воспитателя, тренера и педагога-хореографа, музыкального руководителя и режиссёра театральной студии. Замечательный концерт. Очень много красивых слов о педагогах, замечательные слова. Это действительно поднимает престиж педагога. Наконец-то нас заметили, наконец-то нас заговорили на таком большом масштабном уровне. Это очень важно для нас, для всех. Я считаю, что это хороший заряд мудрости для педагогического большого коллектива нашего города. Замечательный год впереди у нас. Это наше будущее. Это интересная жизнь нас, наших детей, наших воспитанников, наших студентов, которых мы очень-очень любим. Праздничный концерт – это только начало. На весь год в округе запланированы десятки и даже сотни мероприятий, посвящённых учителям. Форумы, встречи, конкурсы, митинги, марафоны. Самым значимым событием станет установка в Ангарске скульптурной композиции. Сегодня мы торжественно открыли год педагога и наставника. Такую возможность нам предоставил Дворец культуры «Нефтехимик». Но основным событием, конечно же, станет установление в День учителя 5 октября скульптуры, посвящённой педагогу, наставнику вместе с ребятишками. Телекомпания «Актис» активно подключилась к сбору средств на установку памятника учителю. Каждую пятницу в 20.00 в прямом эфире проводятся благотворительные телемарафоны. На протяжении полутора часов гости в студии вспоминают свои школьные годы и любимых учителей. Год педагога и наставника вступил в свои права. Впереди нас ждут интересные события, которые покажут всю важность людей, чья миссия – просвещать и воспитывать новые поколения. Кристина Пермякова, Олег Левченко, Местное время.